I have ways of blowing things off. То, что не очень хорошие положительные оценки. Больше я про нее ничего не знаю. Почему я говорю, что она выделилась двумя вещами. Во-первых, потому что тот звук, который вы сейчас слышите в игре, это 30% уровня звука игры. Я не знаю, почему она такая громкая. Я ее когда включил, чуть не оглох к чертям. Во-вторых, то, что вы сейчас видите перед собой на ваших экранах, это русская версия. Да-да, вот не обращайте внимания, потому что мы нажимаем, например, загрузить игру. Это говорят, сохраненных игр не найдено. Правильно, потому что я в нее еще не играл. Почему сделано подобным образом? То есть менюшка не переведена, кнопки не переведены, но текст переведен. В общем, частичная локализация. Что на самом деле, давайте будем честны, не так уж и плохо. Ну, как бы, мне лично оно вообще никак не помешает исследовать мир. Потому что мне вроде как и с английским проблем нет. Но для вас, пожалуй, будет легче, если какой-то лор будет присутствовать на русском языке. Поехали. Новая игра без понятия, что меня ждет. Сложность обычная. Можно почитать. Вес, в смысле вес монстров, повреждение, скорость и их агрессивность в бою. Это параметр не может быть изменен после начала игры. Вот, 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 смотрите, чем старые игры сразу отличаются от новых. Чем старые игры всегда отличаются от новых. В новых играх они говорят, чуваки, вы не бойтесь, вы выберите какой-нибудь уровень сложности. Но потом это всегда можно будет изменить, вы же знаете, ничего страшного. Пробуйте, экспериментируйте, рискуйте. Старая игра. Выберешь сложность сейчас. Потом ты ничего не сможешь изменить. Все. Ну, это на самом деле правильно. Меня немножечко настораживает параметр вес монстров. Ну, наверное, это будет иметь какую-то роль. У нас есть обычная, трудная, легко. Опять же, нету шкалы из 10 уровней сложности. Там изично легко, легче легкого, среднее, так себе. Пойдем на обычном. Пойдем на обычном. Я не сторонник изи-модов, и я также не сторонник всего-то этого издевательства с тяжелыми, с этими. Так, создание персон. Импорт. Ну, импортировать мне неоткуда, понятно. Создание персонажей. Включите эту опцию, если вы хотите настроить характеристики персонажей, а не играть с преднастроенными. Нет, я не буду это включать по одной простой причине. Я не знаю, как устроен этот мир, я не знаю, как устроены местные механики. Я не полезу вручную перековыривать персонажей, потому что я могу сделать хуже. Я так понимаю, что эта опция будет очень полезна при повторных прохождениях. Пока что я это ставить не буду. Режим старой школы. В старой игре есть режим старой школы. Кстати, честно говоря, я сейчас вам даже не скажу, какого года эта игра. Знаете, она, возможно, старая, а, возможно, псевдо-старая. Когда люди делают проект с любовью и относятся к своему проекту с уважением и наделяют его качествами каких-то старых игр, для того, чтобы новая игра стала лучше. Так, ладно. Выключение автоматической подгрузки карты. Запаситесь карандашами, пачкой бумаги в клеточку и будьте готовы затеряться в подземелье. Помните, вы не сможете изменить эту настройку после начала игры. То есть, вы мне тут тупо предлагаете с карты или без карты. Знаете что, ребят? Наверное, я бы выбрал режим старой школы. Но надо мной сейчас висит немножечко такая тень экзанимы, где я очень сильно вот этим подзаморачивался. Куда идти, что делать и где бы найти карты и всякое такое. Можно я чуть-чуть расслаблюсь в этот раз? Давайте мы это не будем включать. Выключение автоматической подгрузки карты. Я не буду. Пусть карта грузится, пусть она у меня будет. Я еще не знаю, какие-то последствия принесет. New game. Apply. Ну так, обычно. Тут я ничего не менял. Все, поехали. Гора Grimrock. Окей. Понято, принято. Над облаками возвышается высокий шпиль обветренной горы, которая стояла здесь еще до того, как человек научился письменности. Теперь это пустынное место, о котором вспоминают только тогда, когда нужно что-нибудь выбросить. Или забыть. Любая клавиша. Дирижабль старается набрать высоту, чтобы достичь вершины. Я могу сейчас пробел нажимать, да? Как бы... Я не хочу пропустить что-то случайно. Из корабля выходит четверо пленников, закованные в тяжелые цепи. Суд обвинил их в предательстве, но в помилости короля их преступления будут прощены на вершине горы Grimrock. Только на вершине, да? Че? Так, окей. Их последние испытания прямо перед ними. Многие заключенные были здесь помилованы, но еще никто не возвращался отсюда к свободной жизни. Сейчас они на самой вершине мира, а внизу их ждет только тьма и справедливость. Их просто кидают туда. Когда они упали в жерло горы, их преступления были забыты. Все их предшественники погибли во внутренностях горы. Сможете ли вы провести их через тьму к свободе, которая ждет их у основания горы Grimrock? Так они же летят к основанию. Ладно, я не буду сейчас шутить на эту тему. Легенда о Grimrock там? Или Grimrock там? Или о Grimrock там? Ладно. Музыка очень героическая, если чем. Напоминает, всего лишь 30%. Впервые играете? Обучение доступно из меню паузы через клавишу Escape. Игра сохранена. Спасибо. Ага. Туториал. Управление группой. Вы контролируете группу из четырех узников. Узники передвигаются по квадратам вперед-назад. Только передняя шеренга может выполнить атаки ближнего боя. Уаст при движении к юб... Ага. Ага. Портреты и слоты для снаряжения. Да! Это вот так будет выглядеть? Погодите, я не буду играть за каждого человека в отдельности? Слоты используются для нападения и отображения того, что герой несут в руках. Сделайте левый щелчок на элемент, чтобы извлечь его из слота, или правый, чтобы атаковать. Вы можете изменить порядок группы, перетаскивая портреты левой кнопкой мыши. Понял, наверное, понял. Хорошо. Обзор персонажа. Щелкните правой кнопкой мыши на портрет, или используйте клавиши 1, 2, 3 по умолчанию, чтобы открыть обзор персонажа. Экипировка статистики и умения персонажа изображаются на разных вкладках. Если персонаж страдает от особых состояний, таких как отравление или голод, то можно увидеть на вкладке статистики. Отравление или голод. Хорошо. Бросайте предметы, перетаскивая их в эту область. Бросайте. Подбирайте и бросайте предметы, щелкая в эту область. Бросайте, управляйте механизмами пещеры, щелкая здесь мышью. Ну, сейчас я это прям не могу сделать, да? Хорошо. 1, 2, 3, 4. Все, я понял. Это у нас инвентарь, это у нас персонаж, пища. Блин. Так, Атлетика. Ох ты ж, ёпор, из-за этого читать не перечитать. Хорошо. Атлетика. Это у меня определяет ваш атлетизм, развивать этот навык, развитие этого навыка повышает ваши физические возможности. Понятно, броня, топоры, головы, мячи, понятно. 2, 1. У нас хорош в атлетике и броне, и хорош с мячами. 2. Так, хорошо, у нас есть бородач. Да, бородач, минотавр, деваха и капюшон. Будем так их пока называть. Хорошо. Бородач хорош с мячами, минотавр хорош, не особо хорош. В принципе, хоть чуть-чуть умеет булавой управляться. Деваха очень хорошо разбирается с метательными оружиями, кинжалами, неплохо с уклонениями дальнобойным оружием. Короче, она у нас дальник, поэтому она стоит во второй шаренге. Логично. Хорошо. Санксарон. Ого, вот это имя. А тебя как звать? Яника Уайтфетер. А тебя? Ты Морг, а ты Контор Стоунскал. Хорошие у вас именно приятные такие. Сразу чувствуется. Душевные ребята. Ты у нас магия огня и колдовство. Навыки-то у всех разные. Смотрите, у этого магия, 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 защита посохом. У этой техника убийств кинжалы. То есть у них не то, чтобы разные навыки развиты. В принципе, разные навыки существуют. Ходить я могу только так. Хорошо, я вас понял. Я еще не совсем разобрался с механиками, как что-то подобрать или активировать. Не, спасибо, не хочу. Вот, тут что-то есть. Знаете, как от этого всего веет каким-нибудь началом двухтысячных, блин? Офигенчик. Что за звук? А я не могу наверх? Я могу осмотреться! А это не кнопка на полу? Тут за стеной что-то шебуршит. Сделать я с этой стеной ничего не могу. Но звук идет оттуда, явно справа теперь, да. То есть там что-то есть. А тут чьи-то останки между... Кстати, пока я осматриваюсь, я не могу двигаться. Тут какие-то крючки, но на крючках ничего нету. Чьи-то останки. Но обыскать я их не могу, получается. Жалко, я не могу вот так ходить. Я могу ходить только... Стоп. А это место, откуда меня выкину... Понятно. Хорошо, пойдемте к двери. На, держи, дружище. Ты у нас будешь с факелами идти. Выберите свою судьбу. Сгнить в темнице или взять факел. Спасибо. Ладно. А как мне, извините, карту? Карта! Уровень первый во тьму. Следующая страница. Правая стрелка. На табе. Все. У нас есть карта, которая рисуется по-человечески. Я бы был бы, наверное, не против найти оружие. Звук опять появился. Блин, многие из этих камней кажутся мне... Кнопками, но на самом деле, наверное, я ошибаюсь. Хотя я практически уверен, что в такой игре обязаны быть какие-то тайные комнаты и всякое такое. Как мне понять, предмет интерактивен или нет? Вот что я пока не знаю. Я зажимаю или клацаю на них, как-то все происходит. Ладно. Я заберу второй факел. Можно? Да. Второй факел будет у Минотавра. А. Просто клацнуть? Да, да, да. Зажимать не надо. Можно просто клацнуть и срабатывает скрипт. Хорошо. Я могу с собой закрыть. Не знаю зачем. Но те звуки, которые там были, они мне не очень нравятся. А как будет выглядеть освещение, если я передам факел задним ребятам? Это вроде так же выглядит, да? Просто передние, если что, у меня получат оружие в руки. И было бы... О, какие-то шмоточки. На, держи. На, держи. Я не знаю, почему я ему это все отдал. А, автоматом она не экипируется. Это нужно только вот таким. Я не знаю, почему я ему это все отдал. Ты минуточку. Защита плюс 2. Крестьянская рубаха. А жизни у тебя очков здоровья 65. У тебя очков здоровья 92. Все, да. Парню нужно отдать защиту, потому что Минотавр у нас от природы сильнее. С цепочкой ничего сделать не могу. Не могу. Ну, просто я еще ни с кем не дрался, но я делал. Делаю такой легкий вывод, что мне, наверное, придется. Не зря же мне тут дают и оружие, и защиту, и всякое такое. А ты кто? Палец. А кто там у нас... Ты у нас с мечами, да? А ты у нас... Булава. Этот навык определяет умение вашего персонажа обращаться с булавами. При увеличении этого навыка, силы, удара, точность... Ты у нас по булавам. И палец у нас, по идее... Ну, должна считаться булавой, правильно? Это же тип... Навык булава. Да, 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 все. Отлично. Держи, чувак. Все, этот у нас бронирован, этот у нас будет... На тебе тогда факел. Я не знаю, факелом можно драться? У этого чувака руки синие. Мне так кажется, что это владение магией. Поэтому, возможно, мне не стоит забивать ему руки факелами или что-то такое. Посмотрим, что нам игра скажет про это. Хотя, я думаю, что я сейчас еще этот факел заберу. Да. На, держи. Теперь факела у нас будет три. Не знаю, насколько это правильное решение. А тут у нас переключатель только с одной стороны, если что. Опять этот звук. Знаете, он мне немножечко напоминает... Я даже не знаю, что он мне напоминает. Камень? Зачем? Зачем? Это будет твое оружие? А, дай. Я забываю. Нечку. Камень это у нас... А, атака пять. Навык метательное оружие. Погоди. На, держи. Ты у нас по метательным оружием. Ты разбираешься. Я сейчас наступлю на эту штуку. Что-то случится. Я не хочу, чтобы что-то случалось. Особенно со мной. Блин. Надо успеть добежать. Понял. Мне нужно... Четыре. А как мне что-то метнуть? А, мне его даже метать не надо. Мне просто хватит его нажать. Я понял. Меня тут более-менее обучают каким-то базовым механикам. А, кстати, я могу взять факел в инвентарь просто? Могу. Кстати, у него атака четыре, если что. Это оружие. Так, на минуточку. Поэтому, да, я его возьму. Ну, то есть, а что ему тут гореть-то? Минуточку. А, F5? Да, есть сохранение на F5. Да. Хочу ли я сюда? Хочу. На, дружище, держи ключище. Медный ключ. Вес! Кстати! А, вес 63 килограмма. Это... Пища. Блин, они голодать у меня будут! Вы серьезно? Черт, тут, получается, мне нельзя сильно задерживаться. Мне надо для них жрачку искать. О, к такому меня жизнь не готовила. Так, давай ты уйдешь. Вот так вот, да. Там камушек есть. Два, три. Три, да, да, да. Надо к ним привыкать. Так, на тебе метательное. Я так понимаю, что у меня будет включаться какой-то боевой режим. Да. Просто круголя? Серьезно? Зачем? А, еще кое-что. Факелы, они... Яркий. Стоп! Они догорают? Яркий, яркий. Если они догорают, то идите нафиг. Я его с собой заберу. Я все равно ухожу отсюда. Повернись, пожалуйста. Если у него есть уточнение, что этот факел яркий... Так, эта штука не откроется. Значит, у кого у нас там был ключик? У тебя. Все, нормально. Кидаем ключ в эту штуку. Это считается у нас за действие. Там надпись. Тут. Странная решетка вниз. Мне это не очень нравится. И решетка втуда. Хорошо. А, минуточку, минуточку. Это надпись? Ключ! А ключ у нас одноразовый, да? Да. А вот это я тоже прочитать не могу. Хорошо. Так, найдите камень. У меня есть камень. Так, дружище, то у нас коллекционер факелов. Найдите камень. И что я этим камнем сделаю? Погодите, давайте посмотрим. Там кто-то орет. Камень. Вы же не хотите мне сказать, что камень надо бросить туда? Нет. Погодите. Должно быть какое-то логическое объяснение. Найдите камень. Зачем? Камни у нас до этого использовались как грузик или для метания, я так понимаю. Но нашел я его. И что вы от меня хотите? Тут был факел. А я не могу, кстати, кидать. Ммм, это интересно. Я не могу кидать стенку, которая находится впритык. Ага. А почему? Ну, я сейчас его туда выкину и все, нет? И в 5. Сюда ложу. Сюда кидаю. Стоп. Так, он летит только по одной орбите. Как бы я его не кидал, он летит только по одной... Ну, не только по одной орбите, по... Ну, вы поняли. Вот так по одному. Так, найдите камень. Может, это тебя... Нет. Хм, неплохо. С самого начала загадочки, загадулинки. Найдите камень. Ну, тут явно просто... Отверстие под ключ. А, стоп. Блин, 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 блин. Вы же не то имели в виду. Вы... Все, я понял. Найдите камень и бросьте его куда-то. А найдите камень где-то на стенке. И мне моментально попался на глаза вот этот вот камень, который натреснутый. И все. Все, игра. Я понял, какие штуки меня здесь ждут. Все, все, ладно, ладно. Я чувствую, мне будет больно. Ладно, пойдем. И мне еще, кстати, такое ощущение, что... Если я сейчас это открою, откроется внизу. Внизу. Валим отсюда. Я боялся, что откроется внизу. И я упаду просто. Хорошо, эф-пяточка. Не надо зацикливаться на чем-то одном. Вот чему меня пока это научил этот урок. Найди камень, блин. Мы тут пока обносим факелы. А, вот. Ты кто? Да? Может, я с тобой поговорить? А... А как мне биться? Не подскажете? Как мне биться? Метательные ножи. Да, круто. На. А. Я... Я в него метнул дубинку, да. Но я же понимаю, что это не так работает. Так я понимаю, да? А... вот этот шаг сейчас происходит биться меня никто не научил все ты успокоился нет не успокоился сколько у него жизни никто не подскажет 4 так каждому по факел опять дам по крайней мере в руки это тварь идет крит на 4 блин он меня бьет если чё блин это сейчас я понимаю что те люди которые понимают как и как это все происходит что это офигительно тупой бой с их стороны волосы пушки интересно с какой-то штуки жизни блин он уже здесь я в принципе осознаю что это все не должно не так немножечко проходить как мне драться так минутку давайте попробуем я даже штанами в него делаю два урона я его убил наконец-то за ногу чего мне это стоило так ладно штаны давай сюда ты на другие штаны факел на держи сюда сюда тебе наверное кстати меч в руки в руки тебе булаву в руки тебе метательный нож в руки пойдемте посмотрим что там по раскидал я просто его закидал всякой фигней на самом деле это было вообще ни разу неправильно то что происходило я просто на панике так ладно теперь теперь давайте знаете кое-что сделаем погодите все было как не просто я на панике просто забыл что это только что пошел и почитал как это все делается надо просто вот так вот нажимать я бью всем подряд блин это было настолько тупо ладно ладно атака 5 булавы атака двенадцать блин кстати двенадцать ладно жизни он не не так уж ты поснимал просто обидно был сам факт что это ну туда стоило сходить он там охранял шмотки вот он меч охранял штаны охранял так что ну точно нужно было зайти к этому чувачку поболтать с ним чуток у кого сейчас у минотавра все факелы давайте я так вот сделаю ребят те кто те кто еще остался жив перед экраном кто не убил себя фейспалмом пожалуйста давайте давайте забудем про то что этот инцидент только что существовал то что нам пришлось закидывать улитку этими факелами ой блин привет чувак 8 на самом деле неплохо вот этот мячом мячом бьет довольно неплохо блин они промахивается на заднем плане у нас второй дебил да я же дерусь о метательным ножиком десяточка зашла хорошо у дубин очень-очень этот маленький но эти не достают понятно сзади только летательные поэтому нючку а никакой промах ты чё до свидания хп-шка то у меня восстанавливается потихонечку или нет во что не вот мне что интересно так очки энергии 52 очки здоровья ну-ка 52 53 а это очки опта да хп-шка потихонечку потихонечку восстанавливается теперь вот это вот вес 24 съедобный пкм чтобы использовать а пищу понял понял надо посмотреть теперь кому нужна эта пища блин а из того уродца у нас получается из первой улитки у нас не выпала жрачка это немножко обидно блин вот это лабиринтище ты кто такой хлеб из пещерного корня съедобно так камушек камушек я наверное вот вот этой вот девахи отдам и вот этот вот тоже я наверное девахи отдам она ими может кидаться я так понимаю как минимум ну чтоб хоть что-то было а так опять интересно они будут сама заменяться или нет пока еды вроде как так давайте в пяточку еды пока вроде как нормально будет где-то половина я не знаю сколько это еда восстанавливает надо поглядывать на стенки чтобы не было тайных проходов где-нибудь потому что вон мы уже убедились что они здесь есть надо искать какие-то подозрительные камни которые будут и да и на карту поглядывать тоже не мешало бы хорошо у нас открылась тут дверь но сначала у нас было вот это а это у нас не открывается хорошо а папа папам повернись комната комната с тапочками как минимум тапочки на тебе наверное защита 1 вес 1 защита 4 да тапочки наверное пока пусть минотавр у нас в тапочках походит ты кто запеченная личинка о хорошо хавчик мы нашли для всех практически надо будет узнать сколько он восстанавливает а это что пояс сила воли минус 1 сила атаки плюс 1 только самых уверенных в себе воинов можно увидеть на поле боя одетых в один только пояс хочу ли я эту штуку может быть так ну ты у нас со штанами да давай мы на тебя оденем этот пояс фиг с тобой посмотрим как это все работает тут все это просто лута комнатка такая да прикольно что по карте нам говорят по карте у нас есть закрытая дверь и у нас есть вот это место куда я могу сходить окей супер булава медленная ну а тут ключ нужен стоп ключ я понимаю это было бы слишком банально если бы здесь тоже была бы секретная комната которая нас бы просто пропустила куда-нибудь нафиг знает давайте я посмотрю не надо там орать ребят так по крайней мере хорошо что у нас очки здоровья потихонечку восстанавливаются но это значит что нам нельзя слишком часто нарываться иначе могут убить вот сейчас на двоих улиточек поднарвался и кстати у тебя сейчас факелы на факелы будем собирать факел яркий атака 4 может я сюда с ключиком здравствуйте камушек нужен а вон и ключ кстати который так 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 секунду 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 камушек у нас был у тебя у тебя так ты пока вот это и вот так отлично ключевые предметы пусть будут у тебя у тебя пусть будут метательные ну камушек придется оставить здесь потому что иначе его никак не заби а стоп чтобы закрыть яму нужно что-то летающее ну да спасибо спасибо я догадался не то чтобы я прям такой умный но в этот раз получилось так значит ты дружище у нас открываешь дверцу нажимаем f5 что мне кажется вот эта штука будет огнем фигарить ну оно так выглядит знаете раз уж мы говорим про какие-то старые там фильмы или что-то блин я об этом пожалею пойдем это страшно так верните мне зрение понятно надо найти два камня факел я тут оставлю надо найти два камня которые теоретически будут открывать замок опять этот звук слышите f5 почему то при таком частом клацании на f5 у меня я вспомнил про постол помните это как чувак говорил даже моя бабушка прошла бы эту игру если бы она так часто сохранялась так то поставь интересно сколько они крепкие они минотавры офигеть как рубят 75 xp надо валить два промаха нет десяточка двадцать один промах блин в переходе нельзя бегать бить значит на самом деле шапка гриба на самом деле все не так плохо если от них уворачиваться я не знаю насколько ценен ценен ресурс еды я поэтому блин надо научиться магии пользоваться я не знаю вообще пока без понятия что это такое он явно это очень полезная штука но я не умею этим пользоваться поэтому надо вернуть себе кстати метательный нож ну зато мы услышали поняли что за звук у нас тут происходит да да хорош моего минотавра то лупить да 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 блин эти воубь убьют уходим ух мне сейчас нельзя нарываться мне надо его лечить срочно все три гриба это прям дофига там еще кто-то ходит может убрать минотавра но просто его его убьют давайте вот так сделаем ну я другого выхода не вижу какой нафиг промах 17 черт но она гораздо слабее потому что она не умеет всем этим обращаться это понятно я боюсь что блин ее точно убьют два промаха боли так минотавр начал потихонечку очухиваться хорошо давайте мы его сюда это очень сложно если что у ну да я запасы жрачкой но блин мне нужны какие-то целебные снадобья потому что если так пойдет то это будет не очень красиво ладно надо под привыкнуть к управлению управление меня сейчас честно путает ничего с этим поделать а ну да да все верно вот они все тут и ходили шляпка мрачника хавчики наверное весь у этого парня буду держать пока что вон первый камушек не явно сюда надо попасть так ладно а ты кто диктяные бусы что блин вес 01 shift чтобы взять один предмет ага диктярный кстати нигде тяны редкое растение которое растет на болотах и других важных местах имеет ну-ка 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 именно своими мощными целебный а целебный о это у нас хилочка вот хилочка это как раз пусть у тебя и будет отхилочка пусть будет у 4 пацана потому что у него ничего нету ну то есть и ты иди сюда а тут больше ничего нету случайно нет ничего то есть нужно было просто толпу мобов перелупить чтоб сюда дайте да хорошо вот это комнаткой на не комнатка это место здесь зачем ладно я думаю что я не понесу сразу глаз туда вставлять я думаю что я просто пойду дальше пока что мой там опять эти он видите а чуть такой ну кайф 5 стоп 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 знаете что мне интересно ребят что что это все значит вы мне ребят можете за магию объяснить немножечко как это все происходит да так улитка ладно улитка фиг с ней я могу или убить или скинуть их сюда так я понимаю давайте попробуем одну скину дело в другом это желутецкий правильно то есть я их убиваю я по сути гроблю свой желутецкий а такой тогда вопрос хочу ли я с них что-то поиметь хотя попробуй с ними подраться ну то есть тут один ну да принципе один ножик я подобрал кстати мне же за них еще экспу дают если чё ты кто такой свиток горение а вот кстати насчет факелов я а я был прав так факел сгоревший нафиг нафиг у кого там у нас были факелы у тебя значит нам не надо три факела в три руки нам нужно по одному факелу все я понял насколько это было глупо с моей стороны так штанчики так третий факел догоревший нафиг берем один факел и просто ставим его по-человечески все хорошо шмоточки капюшон рованный плащ уклоне плюс 2 надо будет подумать кому его поставить так набедренную повязку на у тебя все равно ничего нету держи возможно это повредит его магии надо потом разобраться со статами как это все работает три сгоревших этих а ты кто а ты камень камень нам тоже понадобится все видите насчет насчет факел я был тоже частично прав то что нам их нужно собирать единственное что эту пану что нам не надо было нам не надо было их все три сразу ставить в три руки это было крайне глупо с моей стороны так вот этот факел получается мне нужно будет забрать папа вернись неплохо избиваем улитку так в смысле ты промахнулся это огромная улитка как ты промахнулся блин вы мне опять этого избиваете до свидания а нож в улитке застрял что ли я его выкинул только что черт я не хотел нож выкидывать это было крайне неразумно с моей стороны я что-то такое думаю ну пофиг и выкину улиткой я думал что мне вещь моя тут останется а там кому там этот камушек надо кинуть или это ног сейчас посмотрим три камушек так f9 погодите я там что-то немножечко не разобрался то есть я так понимаю что тут вполне можно себя запереть на на тебе сгоревшим факелом на тебе по голове на тебе сгоревшим факелом нормально то есть на все равно факелы догорают я по крайней мере ими покидался немножечко свиток огня до свиток огня это у нас минуточку я тебе а вот могу поставить тебе да все суперски чертовы сгоревшие факелы все на один горячий все 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 нормально теперь четвертое на тебе и вот это теперь на этот раз тебе пойдет все хорошо нож я наверное не буду бросать этих ребят наверное мне не надо убивать то по-хорошему надо чтобы вот чем прикол то или мне тут нужно будет камень оставить знаете чем так во первых и 5 точно во вторых открыто заклинание а а так как мне еще это она же не одноразовая то сдохнет и неудача тут есть такая штука как неудача фига себе я понимаю что они мне бьют если на тебе блин ай самые самые крутые атаки над магией разобраться с магией пока не до конца понятно как это все про ой критически хорошо два промаха ты серьезно мясо нож так мне нужно здесь камень оставить давайте минуточку f5 может не надо было часто f5 ладно камни у нас были у тебя так это очень странно работает так я наверное это заберу дружище с факелами вот ты у нас будешь еще один вот этот факел нести и нам теперь вот сюда все вроде как решено и всякое такое ладно ребятушки тогда нам осталось вставить глаза вот давайте мы это сделаем уже туда следующей серии ставим пойдем дальше посмотрим давайте в каточку игра сохранена дважды насчет магии заклинаний пока очень непонятно не ясно как все делается сейчас под привыкнуть надо под разобраться все ребятки на этом пока все спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем ладжи всем покеда а 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